Здравствуйте! Представьте, как Вас зовут? Александр. Александр, Вы из Нового Уренгоя. Пять тысяч километров приехали в Витязево на машине. Да, с удовольствием. С удовольствием, серьезно, с удовольствием. Сколько дней? Это в России, как бы четыре дня. Это как бы нормальный срок, то есть сколько остановок, получается, делали? Две. Ничего себе. Да, две остановки. Одна была в Башкирии, одна была в Волгограде. Остановка. Как дороги вообще? Дороги хорошие, в принципе. Есть места в Пугачок, есть места перед... Ну, ремонт, молодцы, ремонтируют, как бы, а так, в основном, хорошие дороги. Какой, молодцы, говорит, молодцы, ремонтируют. Нет, ну, слава Богу, что еще что-то делают. Пять тысяч километров. Пять тысяч километров. Нормально, в принципе. Сколько на бензин денег ушло, скажи? Ну, пока не считали, как бы, и не собираемся считать. Ай, молодец. А зачем? Мне он определенно нравится. Смысл в том, что мы доехали... А что за машина? Да, это уже лишнее. Машина, нет, это не реклама. Машина, Volkswagen Tiguan. Он с куберов на 100 километров. Ну, то есть, и комфортно у тебя автомат. В принципе, да, да, автомат, все в порядке, как бы... Нормально, нормально. Где остановились? Дали путевки санаторных. Витязь у нас. Локвить, ой, локвить, это хорошее место. Очень хорошее, и слава Богу, что дают путевки, да, заботятся, как бы, о наших работниках, и слава Богу, что так. Слушай, на самом деле, я прям благодарен, что вы к нам приехали. Да ладно, мы постоянно приезжаем к вам, как бы, и... 5000 километров за рулем. Честно говоря, решили обосноваться здесь, потихонечку, ипотека. Дай Бог, чтобы все получилось. Да, и все получилось, как бы... А сколько дней уже у нас здесь сейчас? Второй день. А сколько всего будете? 15 дней, две недели. И потом четыре дня еще обратно. Ну, да, два туда, два обратно. Нормально, в принципе, да, ездить остановиться, слава Богу, и дорога нормальная. Два обратно еще дня, 4 тысячи. Вот здесь вот ремонтируют, перед Тюмрюком, вот, трика. Да, да, я рассказывал про эту... Ну, вот там пробка небольшая, ну, часик-полтора простояли. А тогда это мало. Да, да, да. Это, нет, а... Там три часа у меня до этого подписчики стояли. Ну, стояли, да. Не пропускают, говорят, что стоят сотрудники, все хорошо, но пропускают больше с этой стороны, уже с Тюмрюка. В эту сторону. Да, на выезде. А так, ну, в принципе, вообще, дорога хорошая. Вот, честно, не хотел бы. Спасибо, что есть. Я знаю, что, что много смотрят. И мы сами смотрим, и мать, ну, все смотрят, и смотрели. Приезжаем постоянно, стараемся. Нужно поднимать. Ребята, если вы хотите ехать, нужно ехать. Не париться. А, еще, вот, сегодня эфир называется, то, что люди боятся. У вас не было сомнений, что страшно, не страшно? По поводу. Ну, вообще, вот, спецоперация идет. Вот, мне сегодня женщина сказала, мы боялись ехать, ну, что пообещали взорвать Крымский мост в СУ. То есть, я говорю, ну, где Крымский мост, где мы, почему вы так вот переживали? А вдруг их промазут, попадут в вам. Я думаю, что... Не было страхов. Да, не было страхов, ребята, если вы хотите ехать, нужно ехать. А как вот Витя взял, встретил, вы довольны? Да, мы вот довольны. Вот, Анапа встретила вот тем, вот этим мостом не очень. Я говорил о нем, я просто, я понимал, что будет. Не очень, а так вообще все в порядке, дорога хорошая, ну, вообще, и везде ездить и остановиться, цены приемлемые, ну, есть места, ребята едут, все едут, и никто, все довольны, вот, честно говоря, да. Вот, если клубнику хотите брать, берите пораньше, до Анапы. Анапа начинается, курорт, сезон начинается, только сейчас. Раньше мы, в прошлом году даже, поэтому ехали чуть раньше, по-моему, раньше сезон начинался, да, в середине мая, наверное, все боятся, потихонечку, потихонечку, все, все равно влияет на людей, но нужно не бояться ехать. Там мы по 150 рублей килограмм клубники взяли, с удовольствием съели домашнее, не парниковое, домашнее. Это было у нас мороженое, молоко, кореновка, кореновка, да, кореновка, кореновка взяли, да, да, и все там взяли, и все хорошо. Здесь немножко с ценами охреневая. Курортная зона, не то, что охреневая, ты представьте, сколько стоит аренда. Вот, чтобы ты понимал, самый вот маленький ролет от полмиллиона за три месяца. Сколько надо тебе продать, это клубники, сколько на нее накрутить, эти люди, роман сидит, да, роман сидит, сдал американцу, красавчик, американец, там, с этими, со всеми, я думаю, что подешевле он сдал, а кому не подойдешь, он, допустим, даже те же самые, фир и так далее, ну, развлечение, они говорят, это все мое, это все мое, он на пять точек, это все мое, да, да, да. Ну, вот так получается, и он говорит, типа, я говорю, в прошлом году мы стреляли, допустим, 150 рублей было, в этом году мы стреляем 250 рублей, 200 рублей. Санкции. Они говорят, мы снимаем, вы знаете, я говорю, что у вас шарики китайские, там, ну, китай, китай, как с нами дружат, ну, и так далее, вот, не будем дальше, ты сам все расскажешь, своих там, в этих, хотела передать привет, всем, кто видит, и, ребята, продолжайте так же делать, если кто сомневается, едьте, даже, как бы, все свободно, дороги хорошие, есть где прожить, цены на проживание еще адекватные, да, ну, может быть, пока сезон начался, я не знаю, точно, пока мы здесь, ну, не особо еще, а так все по-старому, напитки подешевели, сразу скажу, там, виноградные, там, подешевели, да, в прошлом году были подороже, немножко, честно говоря, пока еще ничего не открылось, я надеюсь, все придет к этому, Субтитры сделал DimaTorzok